Так, неформатное видео, сижу сейчас вот уже ближе к 12, отвечаю на письма и иногда появляются письма, они с одной стороны типичные, с другой стороны интересные. И вот такое письмо, очень короткое, девушка 20 лет, спрашивает, стоит ли мне приезжать, смотрю ваш канал, стоит ли мне приезжать в Польшу, соответственно, если у меня там никого нет, а сколько денег с собой брать. Так, ну начнем, с одной стороны я хочу сказать так, вам пока еще рановато, объясню дальше почему, но с другой стороны похвалю, потому что это супер, в таком возрасте задаваться такими вопросами, понятно, что вопросов может быть много, но слава богу, что человек такие вопросы задает и он движется и мыслит в правильном направлении, то есть в хорошем направлении, я считаю. То есть не только там, не знаю, концерты, дискотеки и все такое, да, ну блин, классно, я такое поддерживаю, но теперь давайте о грустном, да, я пока человеку не рекомендую. Во-первых, то есть вопрос не в том, чтобы приехать, не приехать, вопрос даже не в деньгах, насчет денег скажу так, знаете, есть шутка по поводу про Чака Норриса, да, сколько Чак Норрис раз отжимается? На ответ все разы, то есть all of them, так и здесь, сколько денег с собой брать в эмиграцию, all of them, это раз. Второе, вопрос не то, чтобы приехать, да, а вопрос в том, как остаться, а остаться это что? Это работа, еще раз работа, то есть чем вы будете заниматься, чем вы будете зарабатывать. И, соответственно, из этого следует, как вы будете, на каком основании и как вы будете оставаться, получать ВНЖ. Это вторая тема для размышления. Сколько вы будете зарабатывать, кем вы будете работать, какая зарплата возможна в этой бранже, в этом, ну, то, чем вы собрались. То есть официант это одна зарплата, повар это другая максимально, максимально возможная и средняя по рынку, да, какой город и так далее. Потом еще скажу так, если у вас нет ответа на вопрос на сегодняшний день, вот вы приехали, и у вас нет ответа на вопрос, где я буду работать, сколько я буду зарабатывать, вам сложно будет снять жилье, даже комнату. Потому что, ну, тому, кто будет вам сдавать жилье, у него будет первый вопрос, чем вы будете заниматься, ну, откуда у вас деньги, по сути, да. И на этот вопрос надо иметь четкий ответ, иначе, ну, снять жилье, даже комнату будет сложно. Готовы ли вы снимать, условно говоря, ну, не знаю, какое-то, койко-место в страшной комнате, делить ее с кем-то? То есть насколько вы готовы, ну, морально, нервами своими, насколько вы долго готовы так жить, да, исходя из того, как вы и сколько будете зарабатывать? Самому, самому, вот, очень тяжело, я думаю, особенно в таком возрасте, когда, там, шило в одном месте, крылья за спиной, хочется общения и так далее, но, с одной стороны, это хорошо, потому что человек очень общительный, и у него много энергии, ему легче будет найти какие-то новые знакомства. Но есть свои риски с учетом ситуации, то есть пола и возраста, ну, давайте быть, как бы, объективными. Я уже смотрю на эту ситуацию с точки зрения, ну, того, что у меня, вот, есть дети, да, и мне за вас страшно, ну, в хорошем смысле. Вот, поэтому, не имея ответа на эти вопросы, одному, действительно, одному очень тяжело, вот, с семьей, конечно, был, ну, или хотя бы, чтобы кто-то был из друзей, который уже здесь живет, понятно, это проще. Поэтому, тут, конечно, да, и есть последний вопрос мотивации, но я думаю, что если человек очень-очень-очень-очень хотел, то он бы уже был здесь, не задавая, ну, он бы уже нашел эти ответы. Но вы на правильном пути, и просто надо немножко изучить, потому что очень много сейчас информации по поводу Польши. Цифр, кто сколько зарабатывает, сколько можно заработать, сколько стоит, там, снять комнату или, там, место. Ну, вообще, блогов, слава богу, уже полно. То есть, надо подготовиться, ответить себе на главный вопрос. Вопрос. Переехать, приехать, то есть, перенести свое тело сюда, это несложно. Сложно понять, что это тело будет здесь дальше делать, да, и здесь надо очень сильно включать голову. Ну, опять же, вопрос языка и так далее, это само собой разумеется, я не буду это сейчас мусолить. Но вот, таким образом, на эти вопросы надо ответить, и пока нету ответов на эти вопросы, я думаю, что пока не стоит. Но, еще раз, вы в очень правильном направлении, и это, ну, я приветствую. То есть, это правильный вектор для молодого человека, попробовать свои силы, ну, ехать дальше и пробовать свои силы дальше. То есть, в любом случае, это не пройдет даром. Вот, поэтому желаю вам ответить на эти вопросы и, наверное, побыстрее переехать или уехать, или принять какое-то другое решение.